Ежемесячный турнир по настольному теннису среди пара спортсменов прошел в Бендерах. В нем приняли участие бендерчане и гости из психоневрологического дома-интерната из Тирасполя. В клубном турнире разыграли переходящий кубок. Полтора десятка спортсменов в ходе жеребьевки распределяются по командам. Кто-то тренируется давно, кто-то впервые с ракеткой в руках вышел на серьезный поединок. А это 14-летний ученик коррекционной школы Никита Гайдарджи. Первый раз пришел сюда вместе с классом и органично влился в спортивный коллектив. Уже два года оттачивает технику игры и гордится результатами. Недавно выиграл третье место по бочи. Я очень люблю спорт. Я каждый день хожу на теннис, на бочу. Недавно тоже на питанге я выиграл третье место и выиграл кубок и медаль. Сыграл в теннис со счетом 2-1. Ну, боролся я, что поделать. Это спорт, надо движение, надо двигаться. Надо брать, чтобы брали пример с нас, другие ребята, чтобы они тоже могли тренироваться. В комфортных залах пара спортсменов тренируется уже 4,5 года. Здесь регулярно проходят турниры не только по настольному теннису, но и по бочи и пауэрлифтингу. Раньше ютились в тесном подвале. Вячеслав вспоминает, как проходили тренировки 5 лет назад и какие возможности открыты сейчас. Разные вещи, понимаете. Подвал, это мы были под землей. Сейчас мы уже вышли на мировой уровень. По бендерским меркам мы вышли на мировой уровень. У нас нормальный зал спортивный, который соответствует, я считаю, отличным спортивным нормам и качествам. Сначала у нас появилось 4 комнаты, потом мы обратились к президенту с тем, чтобы предоставить нам возможность расширения, так как людей стало гораздо больше и президент пошел к нам на встречу. И сегодня в нашем центре у нас 6 залов огромных, просторных. При поддержке президента здесь был организован колоссальный ремонт и помещение адаптировано ко всем потребностям людей с инвалидностью, независимо от нас зала. На сегодняшний день в центре есть мультистанция, зона свободного тягощения с гантелями и штангами и кардиокорт с арбитреками, беговыми дорожками и велотренажерами. В этом году в рамках проекта «Формула инклюзии» при поддержке президента куплены профессиональный теннисный стол и современные тренажеры для реабилитации. Даже если человек ходит, но плохо, из-за того, что он больше времени находится в неподвижном состоянии, ухудшается состояние суставов. А это позволяет поддерживать их всегда в тонусе и снабжает определенной жидкостью хрящи. Ну, ощущение, как будто ты идешь. Очередной турнир по настольному теннису завершился. В числе призеров и обладателей переходящего кубка – Эдуард Урыто, Вера Чернат и Александр Никитин. Через две недели в этих же залах пройдут соревнования по бочи. А тренировки были и будут ежедневно. Спортсмены не собираются почивать на лаврах. В планах освоить такие олимпийские виды, как стрельба из лука и пулевая стрельба. Остается добавить, что дверь инклюзивного центра открыта для всех желающих.